Вся территория мемориального комплекса сейчас подготавливается к предстоящему Дню Победы. Где-то даже нужно поменять плитку, ну и, конечно же, покосить траву. Ведь в самое ближайшее время сюда, к братской могиле, где похоронены не выжившие в госпиталях бойцы, придут тысячи сочинцев, чтобы поклониться подвигу защитников Отечества. И сегодня же на мемориале состоялась генеральная репетиция с участием военнослужащих. Отрабатывается каждая деталь. Большинство из этих ребят впервые будут принимать участие в праздничных мероприятиях в Сочи. Здесь, конечно, всегда традиционно собирается огромное количество людей. Приходят специально и приезжают гости, находящиеся в это время на территории города Сочи. Это потрясающее мероприятие по своему патриотизму, дань памяти. Поэтому мы всех приглашаем сюда. Торжественный митинг и возложение цветов начнется 9 мая в 9 часов. А пока специалисты Горгаза проверяют работу вечного огня. С прошлого года вечный огонь у нас работает на постоянной основе. И для того, чтобы обеспечить его горение постоянно и в то же время проводить техническое обслуживание, его необходимо переносить на горелку, для того, чтобы он соответствовал своему названию «Вечный». Прочисткой горелочных устройств специалисты Горгаза занимаются на всех комплексах, где есть вечный огонь во всех районах Сочи. Потому что в первую очередь необходимо обеспечить безопасное и безаварийное газоснабжение. А тем временем желающие возложить цветы к вечному огню уже есть. Сегодня на мемориал пришли самые юные сочинцы, воспитанники детского сада номер 39. Как он был, отдаем, как он был, отдаем, трудом, 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 трудом. А вы не были, это деньги, приезжают. Елена Авсицина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.